МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По ГОСТу в Беларуси 2024-й объявлен годом качества. Мы в мир и будем не заменены. Чему уделят особое внимание? Хитрый ход. Кассир из Шклова систематически обворовывала магазин. Совершила хищение более 16 тысяч рублей. Оно того стоило? Все на лыжах в Бобруйске готовятся к главному зимнему состязанию. Будет организовано еще и выступление. Что в программе? А также. Электоральная кампания, внешний рынок и красота не требуют жертв. В стране изменятся требования к врачам-косметологам. О чем речь? Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. До выборов остался месяц. В Беларуси может появиться электоральное волонтерство. Весомый шаг в этом направлении – создание молодежного совета при ЦИК. Ожидается, что он будет повышать качество работы комиссий и избирательной системы страны в целом. В составе 19 человек от 18 до 31 – студенты, магистранты и работающие молодые люди. Продолжается этап регистрации потенциальных кандидатов-депутаты. Этот процесс завершится 30 января. Пока не зарегистрирован ни один из выдвиженцев. Идет проверка документов. Тем временем цифры аккредитованных наблюдателей растут каждый день. У нас уже на сегодняшний день 4439 национальных наблюдателей зарегистрировано. Но это только в территориальных окружных комиссиях. Сейчас идет процесс формирования участковых избирательных комиссий. В общей сложности их создано 5 411. Единый день голосования, напомним, пройдет 25 февраля. Белорусам предстоит выбрать депутата всех уровней. От местных советов до палаты представителей. Крупный чек в шклове кассира воровывала магазин. 29-летняя задержанная промышляла на протяжении нескольких месяцев. Использовала хитроумную схему. Брала у покупателей плату за товар, а после оформляла возврат некоторых покупок. Деньги забирала себе. Таким образом продавец совершил охищение более 16 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Подозрительный платеж, повышение сбора и комфортабельный салон. Белавиа начнет выполнять перелеты из Минска в Махачкалу. По каким дням? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Банки страны смогут блокировать подозрительные платежи белорусов. Нововведение вступит в силу с марта. Финучреждения будут приостанавливать операции на двое суток, чтобы связаться с клиентами для уточнения ситуации. Информация о сомнительных денежных манипуляциях будет поступать в систему обработки Нацбанка, а после перенаправляться в коммерческие организации. Белорусские экспортеры продолжают укреплять свои позиции на мировом рынке. Поставки в Азию выросли почти в полтора раза. За три года продажи продовольствия на китайский рынок увеличились втрое. Сейчас Синеока держит курс развития на африканский регион. С февраля в республике повысится налог на сдачу квартир. Предоставление жилья в столице обойдется в 47 рублей за каждую жилую комнату. Ценник в областных центрах чуть ниже – 44. Арендодатели в крупных районах будут платить 29. Срок уплаты не позднее 1 числа 2024. Если расчет был произведен по старым ставкам, необходимо будет доначислить остаток. В Беларуси поменяются требования к врачам-косметологам. Теперь, чтобы оказывать эстетические услуги, необходимо пройти переподготовку по специальности либо клиническую ординатуру по направлению. Также нужно накопить минимум 5 лет работы врачом-дерматовенерологом. Изменения вступят в силу с февраля. С 26 апреля Белавия начнет выполнять перелеты из Минска в Махачкалу раз в неделю по пятницам. Вылет из белорусской столицы запланирован в 13.10, прибытие на берег Каспийского моря в 16.40. Стоимость билета от 188 евро. Полеты будут осуществляться на самолете Embraer 195 с комфортабельным салоном эконом- и бизнес-класса. Снежный забег уже в субботу пройдет Бобруйская лыжня 2024. Участников ожидает насыщенная спортивная программа. Две дистанции длиной 800 и 1200 метров. Первая для представителей горисполкома, администрации районов, МЧС, учреждений среднего специального и профессионально-технического образования, коллективов физической культуры и спорта предприятий и организаций. Вторая для подростковых клубов и школ города. Победителям вручат награды и грамоты. Регистрация команд начнется в 9.45, сам забег в 11.30. Будет организовано еще и выступление, концертная программа, то есть все смогут на свежем воздухе провести достойное свободное время. Близи Бобруйской арены будет работать выездной прокат инвентаря. Также горожанам предложат горячие напитки и продукты быстрого приготовления. Спортивный праздник, ежегодная традиция. В стране 2024 объявлен годом качества. Глобальный посыл – дальнейшее улучшение благосостояния белорусов и повышение конкурентоспособности продукции. О том, с чем у Бобруйчан ассоциируется бренд «Сделано в Белоруссии» и что символизирует знак качества – Виталий Гаврусев. В год качества в стране утвержденный специальный знак «Пять его углов» символизирует такие важные производственные показатели, как безопасность, экологичность, инновационность, технологичность и эстетичность. Порядок присвоения, а также перечень стимулирующих льгот и преференций будет определяться правительством. Если мы подтянемся с качеством своей продукции, слушайте, мы в мир и будем незаменимы. У нас все есть, и качество неплохое, но надо лучше до знака качества подтягиваться. Задача каждого – делать так, как надо, лучше, чем до этого. Потому что качеством нужно заниматься постоянно. Потому что качество на первом плане. Потому что качество – это успех. Косметическая продукция какая-то, например, «Белита», «Витекс», «Коммунарка». То, что сделано у нас в Беларуси с любовью. Ну и качественно, много вещей, много всего, то, что можно приобрести у нас, и будет качественно. «Белвест», ну, мебель у нас хорошая. Ну, в общем-то, есть чем похвастаться. Много у нас хорошей продукции в Беларуси, высокого качества. Предприятие «Бобруйска» знает об этом не понаслышке. Ими завоеваны рынки более чем 50 стран мира. Лидирующей позицией занимают такие известные бренды, как «Белшина», «Бобруйска Громаш», «Фандок», «Любимый» всеми «Красный пищевик», «Пинск Древ Бобруйск» и «Алмаз Люкс». Первое, что приходит в голову – «Красный пищевик». Это качество, в первую очередь. Что продукты питания, что косметика, что ткани, по крайней мере, ну, вот это вот все. Поэтому я думаю, что и за пределами Беларуси нас ценят за это. Мы пользуемся только один. Мне почему-то это нравится. Больше оно на экспорт идет, насколько я наслышана. И по качеству, ну, я не знаю, лучше, наверное, нет масла. Даже не уступают тем же бренды, итальянское, там, оливковое. Нет, мы перешли полностью на деревья нерафинированное масло. И рафинированное тоже хорошо. На нем, кстати, безопасно очень готовить. Любая хозяйка согласится на кухне без подсолнечного никак. Бобруйску повезло, здесь есть свой завод растительных масел. Но самое главное, особенно это важно для тех, кто следит за здоровьем и старается питаться правильно, что на предприятии производят качественный продукт. Бобруйский завод растительных масел производит всю линейку растительных масел. Это подсолнечное рафинированное дезодорированное масло, подсолнечное нерафинированное для любителей классики, а также рапсовое рафинированное дезодорированное масло. Еще интересный продукт – это купажированные масла. То есть это масла, состоящие из нескольких видов масел. Мы представляем подсолнечно-рапсовое и рапсовое подсолнечное купажированное масло. На протяжении 125 лет на предприятии не только сохраняет, но и приумножает стандарты качества. Теперь этап улучшения. Довольствоваться достигнутым нельзя. На первом этапе у нас нейтрализуется масло. На втором у нас отбеливается масло. На третьем этапе у нас вымораживается масло. И на четвертом этапе у нас идет дезодорация, полностью чистка масла от всех примесей, чтобы можно было применять пищу. Но все-таки качество – это не только про товары и продукты. Оно про все сферы нашей жизни. Про работу каждого – управленца, врача, учителя, социального работника, журналиста, научного сотрудника. Поэтому самое время настроиться на серьезный и кропотливый труд. Мы всегда стараемся выполнять свою работу качественно. Хочется, чтобы это всегда было так. Качество – именно относиться к своей работе ответственно. К каждому на своем месте. Больше ничего. Так же и президент требует. На каждом своем месте относись хорошо, к своей работе ответственно. И все будет у нас хорошо. Это его слова, не мои. Воспитание моих детей, чтобы они выросли достойными гражданами нашей страны. Именно представляли ее как достойные граждане. Качество – оно должно относиться к работе. На своем рабочем месте каждый человек должен ответственно относиться к своей работе и выполнять ее так, как положено, с качеством. Качество, я считаю, нужно более тщательно обследовать пациентов и приглашать на диспансеризацию. Поддерживать здоровье, здоровый дух. В городе на Березине уверены в личностном росте будущее нашей любимой, которую уже если решили не отдавать, то надо работать на это, начиная с себя. И год качества нам в помощь. Виталий Гаврусев, Елизавета Липеева, Дмитрий Шевцов, Максим Калинин, Бобруйск, 360. Ажурный мир. В городе работает выставка белорусской вытенанки. Кропотливое искусство требует отточенных движений и внимания к деталям. Благодаря талантливым рукам автора Любови Гарбор бумага превращается в настоящее белоснежное кружево. В тонких хрупких нитях можно разглядеть узоры необычайной красоты. Здесь красуется и синяя птица счастья – символ удачи, надежды и любви. Белорусская вытенанка – это национальный вид белорусского народного творчества. В 2024 году подали списки на рассмотрение ее в ЮНЕСКО, чтобы сделать ее мировым наследием. И это очень почетно. Приглашаем вас всех приходить на нашу выставку, посмотреть новые работы, полюбоваться нашим творчеством и узнать что-то новое о белорусском национальном виде искусства. Насладиться творчеством можно в выставочном зале на социалистической 100. Посетителей ждут по 21 февраля с 10 до 19. Сразу после нас сирена моя коллега Кристина Риян с обзором криминальных новостей недели. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!